Дождь Вдвоем они били их палками, а потом пилая тащил их через залитый водой двор и выбрасывал в море. КОНЕЦ За вторника одна и та же унылая картина. Небо и море смешалось в какую-то пепельно-серую массу. Пляж в мартовские ночи с сверкающей искрами песчинок превратился в жидкую кашицу из грязи и гниющих моллюсков. КОНЕЦ 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 Пилая побежал за женой Элисендой, которая в это время прикладывала компресс больному ребенку. Вдвоем они смотрели в молчаливом оцепенении. Вдвоем они смотрели в умолчаливом оцепенении на лежащее в грязи существо На нем было нищенское одеяние Несколько прядей бесцветных волос прилипло к голому черепу Во рту почти не оставалось зубов и во всем его облике не было никакого величия КОНЕЦ Вскоре все уже знали, что Пиларев держит в плену настоящего ангела Ни у кого не поднялась рука, чтобы убить его Хотя всезнающая соседка утверждала, что современные ангелы Никто иные, как оставшиеся в живых, избежавшие с небес Участники давнего заговора против Бога КОНЕЦ 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 Приходский священник заподозрил неладное Увидев, что эта тварь не понимает язык Господа Бога И не обучена почитать его слуг Приглядевшись внимательнее, он обнаружил, что уж слишком был похож на человека Этот мнимый ангел От него исходил невыносимый запах бродяжничества Крылья его кишели паразитами Крупные перья были истрепаны земными ветрами И вообще ничто в его нищенском облике Не соответствовало высокому ангельскому сану КОНЕЦ КОНЕЦ Падре Гонсага напомнил им об опасностях, которые таит в себе легковерие Он напомнил им, что дьявол имеет дурную привычку прибегать к уловкам карнавала Чтобы запутать простодушных В заключении Падре заметил рассудительно, что если крылья являются существенным элементом Для определения разницы между ястребом и самолетом Тем в меньшей степени они могут служить для признания этой твари ангелом Несмотря на это, он пообещал написать письмо Написать письмо епископу Чтобы тот написал Примасу А тот, в свою очередь, Папе Римскому Дабы окончательный вердикт пришел таким образом из самого высокого трибунала Дабы окончательный вердикт 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Наконец ему удалось набрать высоту, и Элисенда вздохнула с облегчением за себя и за него, увидев, как он пролетал над последними домами поселка, едва не задевая крыши и бешено размахивая своими огромными крыльями старого ястреба. Элисенда следила за ним, пока не закончила резать лук, до тех пор, когда его уже совсем не стало видно, и он уже не был помехой в ее жизни, а просто воображаемой точкой над морским горизонтом. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok